Массовые мультиплеерные игры В сказочных мирах все дается легко. Запросто можно поменять пол, завести дружбу с прекрасной эльфийкой, жениться без контракта и на следующий день найти себе другую спутницу. Ремесло не требует мастерства, лишь прорву ингредиентов, а войны проходят бескровно и безболезненно. В случае поражения всего-то и надо, что воскреснуть и дожидаться следующей осады. Или просто подкараулить обидчика и прирезать его в чистом поле. Чтоб боялся. Если подходить к классификации игр с глобусом в руках, то нельзя не заметить общие закономерности. Массовые онлайновые ролевые игры в целом делятся на два архетипа — западные и восточные. Первые пытаются увлечь сюжетом и проработкой мира, они красивы и интересны для одиночек и небольших групп, но когда упираешься в потолок возможностей, становится скучно. Восточные же игры привлекают свободой. Задания, персонажи, характеры, даже сам мир — всё второстепенно. На первое место выходит противоборство игроков друг с другом. Интриги, войны кланов, осады замков. Одному в такое играть грустно, развлечений мало. Но если стать частью крепкого клана, то начинается совсем другая жизнь. Об одной такой корейской игре мы расскажем сегодня. Она называется «Карос. Начало». И уже давно, с 2010 года, представлена на российском рынке, благодаря компании «Никита Онлайн». При этом именно у нас она оказалась неожиданно популярной. По количеству игроков и приносимому доходу она превзошла версии, вышедшие в других регионах, включая Южную Корею. Во многом благодаря тому, что «Карос» полностью переведена на русский язык и распространяется по условно-бесплатной схеме. То есть за саму игру не просят ни копейки. Всего можно достичь самостоятельно. Платит лишь тот, кто хочет ускорить прокачку или выделиться внешне. А еще тут есть пресловутая «свобода». Это значит, что тут нет искусственных ограничителей. Люди сами решают, кого и когда им убивать. Само собой, убийство низкоуровневых игроков не поощряется. Мораль киллера портится, доступ в города перекрывается стражниками, и он становится целью номер один для охотников за головами, поскольку они смогут получить с его трупа не только опыт и деньги, но также подобрать дорогое оружие или броню. А еще «Карос» слегка напоминает «Диабло». Не структурой мира вовсе нет, а упрощенной процедурой создания героя. На выбор дается всего семь классов. Пол и расу в рамках класса выбирать нельзя. Настроек внешности мизер. Кто любит стрелять из ружья, тому придется полюбить образ толстопузого гнома. А кто предпочитает колдовство, тот без проблем полюбит широкие бедра и высокую грудь темной эльфийки. Поначалу способностей мало, и ролевая система кажется ограниченной. Однако при достижении определенного уровня герою предлагают выбрать одну из профессий с ее преимуществами, а потом вторую. Так что гном с дробовиком со временем превращается в идеального снайпера, особо полезного в сражениях с другими игроками. Или в настоящего канонира с его орудиями массового поражения. Или еще в кого, как захотите. Кроме традиционного выбивания из монстров опыта ради повышения уровней, в игре есть еще один способ улучшить свои навыки. Кроме золота из врагов иногда, редко, но все же выпадает специальная субстанция, именуемая флетта. Ее можно тратить по-разному. Ее всегда не хватает. За флетту повышаются отдельные характеристики, вроде скорости атаки или силы наносимого удара. Также ее можно сцеживать в склянке для создания уникальных зелий и бижутерии с магическими свойствами. На первый взгляд Карос является типичной корейской игрой. На второй, впрочем, тоже. И даже несколько дней спустя дежавю не проходит. Словно вернулся в чуть повзрослевшую версию Lineage 2. В первую очередь это касается прокачки героя, которая поначалу проходит быстро, уверенно и интересно. Больше занимаешься беготней от одного страждущего аборигена к другому, чем убийством лениво пасущихся монстров на огороженных для них полянках. Над текстом заданий авторы особо не задумывались. В 90% случаев бесхитростно просят кого-нибудь убить, а в 10% что-то кому-то отнести. Декорации столь же абстрактны, сколь и задания. Домики с прибитыми около них торговцами и праздными аборигенами помогают быстро сбросить награбленный скарб и получить новое задание, без необходимости вчитываться в текст. Над головой тут же появляется стрелка, которая указывает, кого надо убить, сколько раз и когда бежать назад. Чтобы впустую не тратить время на беготню, в игре предусмотрена чрезвычайно удобная транспортная система. Камни телепортации, свитки переноса и ездовые животные позволяют быстро добраться до цели. Мало того, нет необходимости смотреть на карту или указующую стрелку. Герой сам послушно топает к месту выполнения задания, стоит нажать соответствующую кнопку. Учитывая огромное расстояние, такие поблажки только приветствуются. Мир Карас не бесшовный. Он состоит из нескольких больших провинций, каждая из которых выполнена в собственном уникальном стиле, с городами, подземельями, монстрами, замками и рудниками. Причем два последних типа локаций представляют наибольший интерес. Именно за них гильдии ведут свои войны. Чтобы стать сильнее, мало просто качаться на монстрах ради опыта и флетты. Для этого требуется мощное оружие и доспехи, а для их создания требуется прорва материалов и денег. Причем деньги нужны в первую очередь для того, чтобы добывать материалы. Дело в том, что гильдия, захватившая замок, устанавливает налог на торговлю и получает свой процент с каждой сделки. Кроме того, рудники, где ведется добыча самых редких материалов, тоже можно захватывать, чтобы затем устанавливать тарифы на добычу полезных ископаемых. И ничего не поделаешь, раскошеливаешься, ведь для создания хороших вещей надо много редких материалов. Самостоятельно добыть их очень сложно, поскольку одни выпадают из монстров, другие получаешь лишь с киркой в руках, третьи — примастившись на берегу озера с удочкой, а потом отправляешься в ближайший многолюдный город за покупками или для того, чтобы самому заняться торговлей. Каждую неделю гильдии по расписанию устраивают войны за замки и рудники, чтобы затем снимать сливки с экономики Карос. Эти масштабные столпотворения с участием десятков, если не сотен игроков, целиком оправдывают время, проведенное до этого, за торговым прилавком на площади или с киркой на рудниках, или на полянках с попутным уничтожением монстров. Карос активно развивается создателями, обновление выходит регулярно. Так, несколько дней назад вышло дополнение «Месть Аргмара», которое добавило локацию гигантского корабля с высокоуровневыми монстрами и парой мощных боссов. Новое задание — доспехи-бижутерию. Одновременно максимальный уровень развития был увеличен до 95-го. Также слегка подправили баланс способностей разных классов. Так что ветеранам игры, некогда достигшим виртуального Олимпа, снова есть чем заняться. Несмотря на то, что Карос начала в целом немногим лучше прочих условно-бесплатных массовых ролевых игр, у неё есть одно серьёзное преимущество. Ей всего несколько лет, но за это время она приобрела большую популярность. В неё играют миллионы людей, причём, что удивительно, особенно она пришлась по душе русскоязычной аудитории. Игра постоянно совершенствуется, разработчики регулярно выпускают дополнения, а жители этого мира живут по своим собственным правилам. Сражаются за замки и рудники, торгуют, убивают друг друга из мести и корысти ради, прочесывают подземелья в поисках боссов и самостоятельно мастерят себе оружие и доспехи. Конечно, кто вкладывает в игру реальные деньги, тот находится в более выигрышном положении, но и без этого почти всего можно достичь своими усилиями. Было бы время. Надо лишь как можно быстрее влиться в ряды крупной гильдии или организовать свою собственную, чтобы попытаться подчинить себе экономику целого мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова